В эфире телеканала Самара Гиз, при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Ищут не могут найти. Начать эту передачу хочу с короткого эпилога. Случилась история в Сызрани и главные ее действующие лица умники и дороги в дураках оказались горожане, то бишь налогоплательщики. Речь о таком увлекательном мероприятии, как ремонт проезжей части. Областной Минтранс на это благое дело выделил 2,5 миллиона рублей. Но сызранские подрядчики, вместо того, чтобы положить асфальт толщиной в 10 сантиметров, как было оговорено в контракте, сообразили сделать слой в два раза тоньше и при том сэкономили на материале. Вот он творческий подход, который совершенно не понравился ревизорам Минтранса. Скандал на неделе стал достоянием СМИ. Классика коррупционного жанра. Но оценили ее не все. Уголовное дело не возбуждено. Сызранский отдел МВД отказался это делать, посчитав, что специалисты, которые проводили ревизию, не были настолько компетентны, чтобы разглядеть точное количество уложенных сантиметров и качество асфальта. Материалы теперь в прокуратуре, которая и должна вынести окончательный вердикт, быть уголовному делу или не быть. К чему в итоге придут люди в синих мундирах, предсказать трудно. И потом, мало ли, хлопот сегодня у прокуратуры. За всем не уследишь. Надзорное ведомство, если говорить о ситуации в целом по стране, по мнению наблюдателей, все силы бросило на другой фронт необъявленной войны. Проверку органов местного самоуправления. И вот то, что число таких ревизий иногда зашкаливает, считаю уже не я, а гарант Конституции. Президент Путин на днях задал новый вообще российский тренд сезона. Хватит кошмарить муниципалитеты. Никому не нужны проверки ради самих проверок, без всякого внятного результата. Контрольно-надзорная деятельность должна способствовать эффективному исполнению муниципалитетами возложенных на них полномочий. Не порождать иллюзию кипучей деятельности, а на деле улучшать ситуацию в здравоохранении, образовании, в жилищно-коммунальной сфере. Поводом для заявления, сделанного на Совете по местному самоуправлению, стала история, случившаяся в Карелии, где, не выдержав прессинга контролирующих структур, в отставку подали 9 муниципальных руководителей. В районных бюджетах просто не хватало денег на установку пожарной сигнализации. Путин пообещал разобраться, поскольку цитата проверять, конечно, надо, но не в тех случаях, когда отчеты носят формальный характер. Представители прокуратуры, а ей в том числе были адресованы эти слова, с президентом, разумеется, согласны, но с оговорками. С оценкой президента совершенно согласен. Ну, я хочу сказать, что да, действительно, вопрос, он достаточно такой сложный и неоднозначный. О том, что органы прокуратуры кошмарят, нельзя сказать, да. Это, в принципе, такой корректируемый вопрос, то есть мы его откорректируем в пользу муниципалитетов. Старая народная поговорка, для того и щука в реке, чтобы карась не дремал, то есть надо тоже, ну, не гонять, а создавать либо условия для работы, либо спрашивать нерадивых. Мы должны честно сказать, что эта ситуация в разных регионах относится разный характер. И все здесь зависит, конечно же, в первую очередь от фактора личности. В тех регионах, где руководителями органов прокуратуры являются люди более ответственные и, скажем так, понимающие закон не с точки зрения его буквы, а в первую очередь с точки зрения его духа, ситуация одна. Там, где это люди более формально настроены, ситуация другая. О формальном подходе контролирующих органов не только прокуратуры, считают эксперты, говорят и данные статистики. Вот несколько самарских примеров. Городские школы не успевают соскучиться по бесконечной веренице ревизоров. За прошлый год их проверили 800 раз. Самые частые гости – сотрудники Роспотребнадзора. За ними следуют МЧСники и прокуроры. Оборону пришлось держать и трамвайно-троллейбусному управлению. Дело иногда доходило до абсурда. В ушедшем году, в 2012-м, трамвайно-троллейбусное управление было проверено более 30 раз. А в числе управляющих даже оказался комитет по рыбовловству. Это, считаю, просто сюжет для рассказов Зощенко. Безусловно, проверки должны быть. Но это не должно превращать в нескончаемый калейдоскоп проверяющих. К логике, разуму и последовательности взывают и юристы, говоря о том, что подобные проверки превращаются нередко в боистенью. Вызываются должностные лица, вызываются работники, выставляются требования представления копии документов или нотариально заверенных. То есть это отвлекает массу времени людей, соответственно. Это нервирует их. Самое интересное, что выхлоп от этих проверок, он минимальный. Общий надзор, как таковой, получается дубляж по полной схеме. То есть идут пожарники, идет СЭС, потом идет прокуратура с теми же самыми требованиями. То есть фактически прокурат должен быть как бы высшим надзирающим органом, а он иногда подменяет за собой, извините, дворников. Недавно был смешной эпизод, один из заместителей ездил проверять и какое-то мужское нижнее белье даже на дереве обнаружил. Был сюжет, показан, что непорядок в городе мусор. Анекдот. И вот для того, чтобы прокуратура больше не смешила и не грешила, даю им бесплатно законодательное предложение. Попросите нижайших, господа депутаты, федеральные собрания, верхний и нижний президент, дайте нам заняться тем, чем прокурор должен заниматься. Искоренять коррупцию, противодействовать ей. Это ваше поле. И вот на этом поле можно получить действительно хороший урожай. Та же история с многострадальным и внезапно похудевшим Сызранским асфальтом, о которой я вначале рассказывала, требует весьма пристального внимания. А ведь это лишь капля в море. Только по официальным данным той же прокуратуры в Самарской области в прошлом году незаконно обналичили 52 миллиарда рублей. Это половина доходов всего бюджета 63-го региона в этом году. Чтобы вывести на свет всех участников теневой экономики, понадобится много человеческих ресурсов, когда уж здесь гоняться за призраками. 52 миллиарда сразу охватить в один момент и в один, как говорится, присес. Это все не оценишь и не охватишь. И поэтому будем потихонечку работать. Прикрыли лавочку. В Самаре на днях снова силой разгорелась война против незаконных торговых точек. Вот уж где работают не потихонечку, а так сказать, стахановскими темпами. За два года с улиц убрали более трех тысяч нелегальных киосков. Хроника последних событий. 24 января. Незаконные ларьки убирают с перекрестка Минска и Черемшанской. 41 киоск здесь появился почти год назад. Вместо нелегального рынка, который прогнали с соседней улицы. Местные жители креатив не оценили и пожаловались мэру. Зачем они нам тут нужны, когда у нас дети здесь играли? Вместо торговых рядов власти обещают здесь организовать спортплощадку. 1 февраля. Большая разборка в маленьком Шанхае. А какие налоги платят собственники торговых точек, которые не имеют ни одного правоостанавливающего документа? Хотя бы рубль в бюджет. Вы платите? Каким же образом вы платите, если ларьки незаконные? Мы понимаем, кто покрывает эти ларьки. У нас 90-е. Да, к сожалению, у нас с вами здесь 90-е. Пугачевский тракт из-за стихийных ларьков и впрямь напоминает китайский мегаполис в миниатюре. У владельцев киосков нет документов, строить здесь нельзя, это придорожная территория. Но отказываться от своего полулегального бизнеса коммерсанты без боя не собираются. Первый визит полицейских заканчивается фиаско. Пришлось звать подмогу. Неизвестные молодые люди спортивного телосложения, сошедшие с экрана кинофильма «Бригада», перегородили подходы, подъезды своими джипами, машинами. Очень жаль, что закон приходится защищать вот так в ручном режиме. И эта работа, которая проводится в городе, будет проводиться дальше, как бы кому не хотелось этому противостоять. Торговые точки, конечно, должны быть. У людей должна быть возможность покупать продукты, товары и прочее. Но все они должны быть законно установлены. А ведь в чем проблема? Они не платят аренду за землю. Бюджет ежегодно недополучает огромное количество денег. Эти деньги уходят в карманы кому-то другому. Владельцы киосков собрали внушительную группу поддержки, уверяя, что торговые точки крайне нужны местным жителям. Удобно же, когда близко к домам. Выяснилось, многие протестующие вообще из других районов. Еще один аргумент ларешников – в киоске создают рабочие места. Представители мэрии парируют. В Самаре сейчас около 20 тысяч вакансий. И в торговые сети требуются люди. В нормальные, цивилизованные торговые сети, понимаете? Но мы уже не в 90-х годах живем. Вот здесь вот киоск, да, где написано «продукты» и прочее. Вот зайдите внутрь, посмотрите, мясом торгуют. Там есть канализация, там есть кран. Там каким образом вот летом в жару продавец сидит? Точку в дискуссии поставила спецтехника. Пока с Пугачевского тракта увозили киоски, на другом конце города в тот же день тоже кипели жаркие страсти. В клубе для моржей «Белый медведь». Кафе здесь стоит еще с советских времен. Тогда оно ютилось на скромных 24 квадратных метрах. Но за последние годы изрядно подросло. В суде самодеятельность не оценили и постановили снести незаконные 100 квадратных метров. Хозяин заведения долго не хотел смириться с неизбежным, пока не стало окончательно ясно, что этому «Титанику» все равно суждено пойти ко дну. Счастье дано, повстречать из беду еще есть только миг. За него и держись, есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. 6 февраля бои местного значения шли уже на пересечении улиц Чернореченская и Клиническая. Две трети павильона стихийного мини-рынка установлены незаконно. Предприниматели, они платят аренду, практически даром пользуются электричеством и раздражают местных жителей. Ящики под балконы складывают. Плюс ко всему в туалет, чтобы сюда не ходить, они быстренько в траву сели, все свои дела сделали. Нам это надо. Все сужали, сужали, сужали. Сейчас вообще не проехать и не пройти. Там скользко, от колес вот это все налить и проходишь, ну просто не пройти к дому к своему. Киоски должны убрать до 1 марта. Киоски незаконные должны быть удалены, Сергей Дмитриевич, точка, все. Вот вам в феврале с этой задачей предстоит справиться. Одиночные они, не одиночные, меня не интересует. Они нарушают закон, им нечего делать на улицах нашего города. Стремительный прорыв. На совещании в мэрии, где и было сделано это заявление, обсуждали еще одну злободневную тему для Самары. Мэр распорядился восстановить кратчайшие сроки движения по Мичурино. Оно было парализовано из-за прорыва водовода еще 21 января. Ремонт затянулся, рабочих ждали неприятные сюрпризы. Коммуникации, которые прокладывали лет 10 назад на картах, расположенных совсем в другом месте. Здесь налицо два варианта. Либо строительство велось с нарушением проектной документации, либо проектно-изискательская документация не выполнена в полном объеме. Эта зима для самарских коммунальщиков вообще выдалась непростой. Самые масштабные ЧП случились в декабре, когда магистральную теплотрассу Ворской ТГК прорвало в 20-ти градусные морозы. И без тепла остались почти 20 тысяч человек, 7 детсадов и 5 школ. И в январе, когда Московское шоссе превратилось в бурную реку. Самарские коммунальные сети, которые отвечали за этот участок, на неделю отчитались. На водовода города только в январе ликвидировали 166 повреждений. Все дело в изношенности коммуникации, которая достигла 70%, уверены эксперты. А ведь трубы по техническим нормам, говорят специалисты, нужно менять каждые 20 лет. Менять. Не вот зависит от того, как оно в каком настоянии. Менять. Надо менять. А здесь условия города, когда трамвайные пути, кабели очень много электрических, блуждающие токи, и они разъедают трубу. Как-то у нас дело немножко с мертвой точки сдвинулся. Я говорю, где-то в этом году мы где-то отрисовывать 20 квадратов поменяли. Его дело труба вот уже пятое десятилетие. Виктор Лаптев, технический директор МП «Инженерная служба», о самарских сетях знает все. Ну или почти все, поскольку одна из главных причин нынешних коммунальных бед – бесхозная коммуникация, о которых узнают тогда, когда уже рвануло. Эти черные дыры на карте Самары – тяжелое наследие проблемных строек 21 века и разорившихся советских предприятий. Когда пошел процесс перестройки, в 93-е годы особенно, вообще-то всем было глубоко напревать на это дело, на коммунальные хозяйства не более. Все занимались только устройством себя. Это мое мнение. И никому до этого дела нет. Проще было знать, бросить их и все. Провести мониторинг не представляется возможным, поскольку, опять же, в те же лихие 90-е годы не составлялись планшетные карты, не наносились данные сети. И чаще всего мы методом непосредственного ликвидации аварийной ситуации узнаем о них, наносим на карты и прочее. Ни один город, еще раз говорю, России, не в состоянии привести свою инженерную структуру в порядок. Ни один, в том числе и Москва. Поэтому я веду речь о том, что необходимы и федеральные, и региональные, и муниципальные программы. Здесь комплекс целый должен быть, чтобы эти аварии не стали действительно нормой жизни нашей. Эксперты в сфере ЖКХ уверены, вкладываться в коммуникации должны и те, кто их сейчас обслуживает, то есть частники. Но вот как заставить бизнесменов раскошелиться на то, что взамен не приносит прибыли? Если нет пряника, значит, нужно стимулировать кнутом, говорит Виктор Часовских. Если нет нам коммунальных услуг, мы не получаем коммунальные услуги, нам делают перерасчет. Но перерасчет мизерный. Необходимо сделать такие перерасчеты, такие штрафы установить, что ресурсоснабжающим организациям невыгодно будет, чтобы не поставлять вот эту коммунальную услугу нам, жителям. Тогда они будут, естественно, обкладывать свои средства, будут искать средства для того, чтобы привести в порядок вот эти сети. Главное, чтобы в конечном счете за все не заплатил потребитель. А что-то мне подсказывает, что именно так все и может быть, если появятся такие штрафы. У нас ведь так любят поднимать тарифы. Только повод дай. У меня на сегодня все. Удачи. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова